государств Африки к югу от Сахары, стран Латинской Америки, государств СНГ. Деловой совет БРИКС также поддержал инициативу Российского фонда прямых инвестиций о создании инфраструктурного партнёрства БРИКС и запуске совместного механизма для инвестирования в акционерный капитал инфраструктурных проектов на территории стран-участниц. В партнёрство вошли, кроме Российского фонда, Фонд развития шёлкового пути, соответствующие финансовые институты всех пяти стран. Существенно продвинуться вперёд удалось в вопросе создания платформы по обмену деловой информацией. Сегодня информационный портал, пополняемый каждой национальной частью делового совета БРИК, продолжает развиваться и уже служит надёжным источником информации в сфере экономики, торговли, инвестиций. В рамках российского председательства деловой совет инициировал и провёл в мае этого года в Москве встречу руководителей выставочных компаний государств БРИКС. Мероприятие убедительно продемонстрировало востребованность взаимодействия в области выставок и ярмарок, а также необходимость усиления координации и планирования национальных выставочных календарей, создание более рациональной инфраструктуры организационного и технического обеспечения дарной сферы сотрудничества. Меньше месяца назад в рамках Петербургского международного экономического форума нами был проведён деловой форум БРИКС. Его многочисленные участники единодушно поддержали создание нового банка развития БРИКС, рассчитывая на содействие и реализации транснациональных проектов как минимум на четырёх континентах. Буквально вчера, накануне встречи с вами, уважаемые главы государств, все присутствующие здесь представители деловых кругов стран БРИКС провели заседание делового совета, на котором утвердили годовые отчёты о проделанной работе и подписали декларацию о принципах инвестиционного сотрудничества. Эта встреча позволила нам выявить ещё один перспективный аспект взаимодействия в рамках БРИКС. Это большой и пока ещё недостаточно, на наш взгляд, задействованный потенциал сотрудничества между нашими странами на уровне регионов. Проведённая дискуссия делового совета с бизнесом Башкортостала показала наличие серьёзного стремления региональных фирм и компаний к выстраиванию многосторонних, прежде всего производственных и научно-технических связей с партнёрами из Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки. Нам представляется, что эту тему советую целесообразно тщательно проработать. Стратегия экономического партнёрства БРИКС до 2020 года, дорожные карты инвестиционного сотрудничества станут для делового совета опорными документами, которыми мы будем руководствоваться при планировании своей дальнейшей работы. Уважаемые главы государств стран БРИКС, Деловой совет подготовил и представляет на ваше рассмотрение отчёт о своей работе за их текущий период, который содержит инициативы национальных частей, направленные на стимулирование делового и проектного сотрудничества между странами БРИКС. К отчёту прилагаются итоговые рекомендации рабочих групп делового совета БРИКС, а также декларация делового совета о принципах инвестиционного сотрудничества. Хотел бы выразить признательность бразильской части делового совета за большой вклад в подготовку этих документов, успешное выполнение функций предшествующего председателя делового совета, руководителя национальных частей и других государств за ценные замечания и предложения, которые учтены в итоговой документе. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, уважаемый господин Катерин. А сейчас я хочу обратиться с просьбой к своим коллегам, друзьям, выступить со своими сообщениями, со своей информацией. И попросил бы начать премьер-министра Индии. Пожалуйста, господин. Ваше превосходительство, Владимир Путин, Ваше превосходительство, госпожа президент Дил Марусев, Ваше превосходительство, Си Цзиньпин, Ваше превосходительство, господин Джейкоб Зума, уважаемые члены делового совета стран БРИКС, Уважаемый господин Путин, Благодарю вас за проведение саммита БРИКС. Я также хочу поблагодарить президента Путину за организацию встречи с деловым советом БРИКС. Мы считаем, что встречи с деловым советом вносят огромный вклад в заятельность БРИКС. Сам факт того, что мы стремимся к решению сотрудничества между странами БРИКС, и, несомненно, деловой совет и встречи с предпринимателями в этом формате этому способствует. Я с терпением жду возможности услышать рекомендации, которые деловый совет должен представить. Мы должны работать вместе для того, чтобы выработать совместный план и двигаться на его основе. Экономическое сотрудничество – это одна из причин создания БРИКС. И движущая сила саммита БРИКС. На страну БРИКС приходится около 45% всего мирового населения, около 40% мирового ВВП, и 18% объема мировой торговли. У стран БРИКС много общих. В то же время у нас огромные ресурсы, которые дополняют друг друга. У каждой из наших стран есть уникальный экспертный потенциал, уникальные возможности, уникальные хозяйственные ресурсы, производственные ресурсы, технологические, а также огромный человеческий потенциал, которые могут по-многому способствовать обеспечению устойчивого развития. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА все еще встает с очень хрупкой. Развитые рынки, такие как, например, Европейский Союз, сталкиваются с большими проблемами. Ситуация на финансовых рынках нестабильна. И санкции, которые вводят с различными странами, врезают глобальной экономики. Именно по этой причине представляется очень важным углублять сотрудничество между странами БРИКС. Мы должны также стремиться в том, чтобы укреплять приверженность стран БРИКС, развитие предпринимательства и сотрудничество с основными регионами мира. Для меня такие сферы, как инфраструктура, городское планирование, создание сельскохозяйственных цепочек, локуляция расходов, строительство инфраструктуры и жилых домов представляются очень важными направлениями, которые открывают новые возможности предпринимательства и могут сделать наши экономики еще сильнее. С учетом тех преимуществ каждой из наших стран, которые я уже отметил, я считаю, что мы можем привлечь новый импульс развития стран БРИКС. Компании в работе БРИКС должны использовать все возможности для развития сотрудничества и обеспечения экономического роста. Развиваются промышленные договоренности, направленные на более тесное экономическое сотрудничество. Новый банк развития уже стал реальностью. И его возглавит выдающийся банкир, представитель Индии. Господин Компании, как вы кажется, будет посетить очень эффективной работе нового развития. Пул уклонных резервов тоже начнет свое функционирование в ближайшее время. Нам кажется, что он существенно повысит стабильность в странах БРИКС. Я надеюсь, что вы все сможете пользоваться теми возможностями, которые открывают эти новые механизмы для получения новых кредитов, финансированные инновацией. Предложение, направленное на создание полу уклонных резервов, как мне кажется, может способствовать дополнительной выдаче кредитов и в будущем мы становимся к заключению соглашения между таможенными органами стран. Принятие экономической стратегии партнерства в рамках БРИКС станет очень важным капом в деятельности нашей группы. Я приветствую также создание Центра информационного обмена в рамках БРИКС. Я считаю, что эта интернет-площадка может служить важным источником информации, необходимой к университету этого сообщества в нашей стране. Сегодня, позже, я выступлю с предложением, которое касается первой торговой ярмарки, которая будет проводить следующая страна, в которой будет проводиться сам БРИКС. Мы были бы готовы провести такую ярмарку. Я снова хочу поблагодарить вас всех. Спасибо. Благодарю вас, господин премьер-министр. Слово председателю Китайской Народной Республики, господин Уси Цзиньпинь. Уважаемый президент Путин, уважаемый премьер-министр МОДИ, уважаемый президент Руссель, уважаемый президент Зума, уважаемые члены делового совета, дамы и господа, друзья, добрый день. Я очень рад возможности еще раз встретиться с представителями делового совета. За прошедший год деловой совет создал эффективную площадку предприятиям стран БРИКС для обмена и сотрудничества, не сделал много для стимулирования правового экономического сотрудничества стран БРИКС. Я хотел бы высоко оценить эффективную работу и платформную работу делового совета. В настоящее время мировая экономика восстанавливается медленно и с трудом. По-прежнему сохраняются понижательные риски. Замедляется демп развития растущих экономик и развивающихся стран. Перед государством стран БРИКС стоит новый вызов. В то же время мы считаем, что у стран БРИКС еще сохраняются большие потенциалы для развития экономического сотрудничества. И перспективы этого сотрудничества еще очень широкие. Присутствующие здесь друзья, выдающиеся представители делового сообщества стран БРИКС. Надеемся, что вы сможете внести свой новый вклад для того, чтобы помогать странам БРИКС преодолеть временные трудности и противодействовать вызовам и угрозам. И также вывести экономическое сотрудничество на качественно новый уровень. Надеюсь, что вы будете хорошо использовать деловой совет для согласовывания и реализации больших совместных проектов, чтобы углублять торгово-экономическое сотрудничество стран БРИКС. Надеемся, что вы будете укреплять координацию с правительствами и своевременно передавать информацию о рыночной конъюнктуре и спросе правительством. А также на этой основе выдвинуть свои предложения правительства. Надеемся, что вы будете делать первые попытки и прилагать свои усилия по реализации стратегии экономического партнерства стран БРИКС, чтобы внести свой вклад в укрепление партнерских отношений между странами БРИКС в экономическом плане. В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество стран БРИКС динамично развивается. У этого сотрудничества большие потенциалы и большие возможности. Я уверен, что члены делового совета и друзья смогут играть в более важную роль в этом великом деле и открывать более светлую страницу сотрудничества стран БРИКС. Спасибо за внимание. Спасибо. Благодарю вас, господин председатель. Слово президента Южноафриканской республики, господине Музулами. Джеков. Благодарю вас, ваше превосходительство, президент Путин. Главы государств и правительств стран БРИКС, министры, председатель делового совета БРИКС, члены совета, уважаемые гости, дамы и господа. Для меня огромная честь выступать по столь важному случаю, который вновь подчеркивает огромный вклад стран БРИКС в развитие во всем мире. Мы представляем разнообразную группу стран. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы должны сейчас адресать их с динамикой динамикой. В Исследовании, этот Суммит возникает в противоположном экологическом климате характеризованной революционной экономической революции. However, I am proud to say that despite this sluggish growth, the BRICS countries have been at the forefront of global recovery, recording favorable exports growth with exports to the rest of the world increasing from 1.9 trillion U.S. dollars in 2009 to 4.2 trillion U.S. dollars in 2013. South Africa recognizes the fact that in order to strengthen the BRICS brand globally, it is imperative to invest all our efforts in making sure that the environment remains conducive for investment and potential investors. In this regard, I commend the signing of the Declaration on Investment Principles amongst our BRICS Business Council leaders, which provides a framework for enhanced investment cooperation amongst our respective countries. Further to this, I also welcome the newly established working groups on a number of areas, deregulation and agribusiness. It is also important to recognize the following success stories achieved by the Business Council. China South Rail and China North Rail venture with South Africa's SOC Transnet. South Africa has built equipment with Russian based on a capital equipment prototype that can be viewed in UFA. China South Africa. 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 I hope this intervention will enable you, the captains of industry, to engage in a process of continuous and sustainable dialogue amongst yourselves and give credence to the true spirit of BRICS in the commercial sense. Within this context, I implore our fellow BRICS members to concede the similar measures that will ensure an introduction of a harmonized visa regime amongst us as BRICS members. Prospective members of the BRICS Business Council, the honours lies with you to make a concerted effort in emancipating our people from the clashes of underdevelopment and poverty. I call upon you, our friends, to partner with us as we jointly tackle these challenges and identify synergies and complementary solutions, which I believe to be within our reach. Our collective capacity and cooperation in bargaining and voicing concerns that affect our economies in international forums has been highly effective. We must move together to develop our economies to higher levels and use our capacities for mutual growth and development. As South Africa, we assure you of our commitment in creating a conducive environment that will yield the desired outcomes as they relate to identified priorities. I conclude by saying I would like to wish this Council every success and reiterate my support on this initiative, which I believe will catapult our endeavors to create our heights, reinforcing our rightful space in the global economy amongst developed nations. I thank you. Thank you very much. Thank you very much. Please, President of Brazil, Ms. Rousseff. Thank you very much. President of Brazil, Ms. Rousseff. Thank you very much. 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 Продолжение следует... ...com o Conselho Empresarial. Neste momento de crise internacional, nós devemos reforçar cada vez mais o papel dos BRICS, tão importante para o desenvolvimento global. Para tanto, o comércio e os investimentos serão fundamentais. Para tanto, o Conselho Empresarial dos BRICS também vai cumprir um papel estratégico. Os BRICS têm sido responsáveis por cerca de 40% do crescimento mundial e pela intensificação dos fluxos econômicos entre os países do mundo. Agora, a intensificação dos fluxos econômicos entre nós trará benefícios para as nossas economias diante do cenário internacional e também para o mundo. Cientes de suas responsabilidades para favorecer o desenvolvimento sustentável e estabilidade econômica internacional, os BRICS deram em Fortaleza, no Brasil, no ano passado, o grande passo de criar o novo Banco de Desenvolvimento e Arranjo Contingente de Reserva dos BRICS. Nesta cúpula, temos a satisfação de constatar que os acordos constitutivos foram ratificados e as novas instituições estão prontas para funcionar. O papel do Conselho Empresarial nesse sentido também é bastante relevante. Até 2020, os países em desenvolvimento como um todo precisarão de um volume de investimentos em infraestrutura que alguns calculam como sendo de um trilhão de dólares por ano. Atingir essa cifra não será tarefa simples. O investimento externo direto mundial caiu quase 50% nos últimos cinco anos. É nesse cenário que o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS terá um papel importante na intermediação de recursos para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, inicialmente em nossos países e, posteriormente, em outros países em desenvolvimento. Nossos bancos nacionais de desenvolvimento também estão articulados e assinam aqui em UFA um acordo de cooperação para promover sua interação com o novo Banco de Desenvolvimento. Mas é um setor empresarial dinâmico e com o apoio dos bancos de investimento, como o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o AIIB, os nossos bancos de desenvolvimento e as instituições multilaterais de crédito, que poderão criar uma dinâmica virtuosa no sentido de um relacionamento econômico entre nós e aproveitar da melhor maneira possível esses instrumentos. Senhores presidentes das sessões nacionais do Conselho Empresarial, esse Conselho é interlocutor ativo e complementa os esforços de nossos governos na área empresarial. Tive grande satisfação em receber seu segundo relatório anual. Ele elenca prioridades para a nossa cooperação, como agilização dos riscos de negócios, implementação da facilitação do comércio, cooperação regulatória, infraestrutura e investimentos e cooperação industrial. Apresenta, igualmente, lista de mais de 40 projetos de interesse dos países BRICS, com ênfase nas áreas de indústria, energia, transporte, logística e tecnologias da comunicação e informação. Trata-se de um acervo importante de iniciativas que serão analisadas com toda seriedade por nossos governos e que, eventualmente, contarão com o apoio do novo Banco de Desenvolvimento. Senhoras e senhores, no Brasil, estamos fortalecendo nossas políticas macro e microeconômicas para retomar o mais breve possível o crescimento sustentável da economia. Para estimular os investimentos, buscamos diminuir o risco regulatório e aumentar a transparência e a governança das relações entre empresas e governos. Lançamos um plano ambicioso na área de infraestrutura, especificamente em logística, e estimulamos ampla presença de investidores dos países do BRICS em setores como ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Caros presidentes do Conselho Empresarial, hoje, adotaremos a estratégia para a parceria econômica do BRICS, que organiza a nossa cooperação econômica e contribuirá para um ambiente de negócios favorável aos fluxos econômicos recíprocos. Quero saudar também o lançamento do portal de negócios do BRICS, que ampliará o acesso às informações e às oportunidades sobre comércio e investimento entre nossos países. Em Fortaleza, no passado, adotamos o Plano de Facilitação de Comércio e Investimentos. E agora, aqui na Cúpula da Rússia, estamos trabalhando para a simplificação de procedimentos, maior previsibilidade e harmonização de padrões técnicos. Na área da tecnologia, estamos promovendo iniciativas em recursos hídricos, tecnologia espacial, energias renováveis e eficiência energética. Também devemos aprofundar a cooperação em pesquisa e desenvolvimento, parques industriais, nanobiotecnologia, sistemas nacionais de inovação, entre outros. Estou inteiramente de acordo com o Conselho Empresarial sobre a importância da educação para o momento atual em nossos países. A educação garante dois ganhos econômicos e sociais básicos, a inclusão social permanente, e o salto qualitativo na nossa competitividade em direção à economia do conhecimento. E, tendo adotado como lema para o meu governo, Brasil Pátria Educadora, não poderia estar mais de acordo com a cooperação entre os BRICS na área de educação. Senhoras e senhores, o BRICS não reúne apenas os governos dos países que o entendem. A crescente participação das empresas nessa nova fase da economia mundial, com ênfase em infraestrutura, conhecimento e novas tecnologias, será fundamental para a garantia do desenvolvimento. Esses são objetivos que compartilhamos e pelos quais vamos trabalhar juntos. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. Ugятые коллеги, дамы и господа, por favor, me desculpe, поблагодарiremos, прежде всего, os líderes государственных, os presidentes de Brasília, o presidente de Ableia do Ministério donde os representantes da China e da China Южноафриканской республики за их содержательные и интересные выступления, а председателя вашего совета, господина Катерина, и всех вас за работу в преддверии нашего саммита. Только что перед встречей с бизнес-сообществом у меня состоялась небольшая краткая дискуссия с лидерами профсоюзных объединений наших стран, и они тоже сделали предложение для лидеров в надежде на то, что их предложения будут учитываться в ходе подготовки наших документов и выстраивания практических нашей деятельности. Так оно и будет. Мы обязательно будем иметь в виду предложения профсоюзов. Я не могу с ними не согласиться в том, что именно на пути взаимодействия бизнеса, представителей трудовых коллективов, которыми являются профсоюзные организации и государств, можно найти оптимальные компромиссы в обеспечении устойчивого развития и в обеспечении роста благосостояния граждан наших стран. К сожалению, график нашей работы не позволяет сейчас открыть такую широкую дискуссию, что было бы интересно, безусловно, и для вас, и для моих коллег. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Но хочу вас заверить в том, что мы без всяких сомнений учтём и ваши предложения, сформулированные в ходе вашей предварительной работы. Но уже сейчас можно с полной уверенностью сказать, и вы сами тоже об этом знаете, на основе предложений именно вашего совета, на основе ваших предложений, нами принято решение о более широком использовании в торгово-экономических обменах национальных валют. С некоторыми странами мы создали специальный даже пул валют. Вот, например, с Китайской Народной Республикой наши центральные банки обменялись соответствующими объёмами ресурсов. СВОП организовали, прошла уже торговля фьючерсами на пару рубль и юань. Я думаю, что вот такое же развитие и с Индией, и с Бразилией, и с Южноафриканской Республики было бы интересно и могло бы, безусловно, поднять уровень торгового оборота. Значит, диалог по унификации правил электронной торговли с вашей подачей, уважаемые дамы и господа. И сейчас коллеги тоже говорили о упрощении визового режима для представителей бизнес-сообщества. Это была тоже ваша инициатива. Пользуясь правами председательствующего, хочу отметить, что и в нашей стране, в России создаются благоприятные условия для развития кооперации по всем направлениям и в инвестиционной сфере, и в торговле. И в этой связи хотел бы отметить, что несмотря на все трудности, с которыми сталкивается мировая экономика, ну и российская тоже, всё-таки нам удается удержать фундаментальные основы российской экономики, которые мы укрепили за последние 10-15 лет. Мы на весьма низком уровне 5,8% держим уровень безработицы, мы сохранили свои резервы, у нас положительный торговый баланс, и в приемлемом коридоре удается удается удержать курс национальной валюты. Всё это даёт нам полное основание утверждать, что и сегодняшние трудности совместно с нашими коллегами мы успешно преодолеем. Хотел бы обратить ваше внимание также на дополнительные возможности, которые предоставляются всему бизнес-сообществу стран БРИКС в связи с образованием Евразийского экономического союза. Уважаемые дамы и господа, позвольте мне вас сердечно поблагодарить за ваше участие в нашей работе. Я надеюсь, что и дальше представители бизнес-сообщества будут выносить свой заметный вклад в координацию усилий по развитию экономик наших стран, и на этом вынужден завершить нашу сегодняшнюю встречу. Большое спасибо вам за совместную работу. Спасибо. 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 Спасибо.